Всем доброго времени суток. Проводил голосование в своей группе на тему, какой выпуск сделать первым на канале. Больше всего хотели увидеть про поломки 3D принтера. Это мой прошлый выпуск, а этот уже, сами понимаете, был на втором месте. Хоть и проголосовавших было несколько, для них этот выпуск я и подготовил. Суть данного выпуска – научить монтировать видео в программе Sony Vegas Pro, в моем случае 15 версии и на русском языке. Скажу сразу, ссылки на скачивание программы, переходов и всего того, что я вам тут покажу, есть в группе ВК. Итак, начать, соответственно, нужно скачивание и установки студии, ну и с этим проблем возникнуть не должно. Я перейду сразу к моменту первого запуска и некоторых настроек, которые делаю я сам, для хорошей оптимизации программы. Сразу же заходим в настройки, можно зайти через файл и в свойства можно просто нажать Alt-Enter. Если у вас 60 кадров, выбирайте 60 кадров, если же меньше, выбирайте меньше. И также разрешение, у меня оно 1920 на 1080, то есть Full HD. Все остальное можно оставить как есть, за исключением Resample Mode, его я советую отключить и сохранить шаблон. А отключение Resample Mode уменьшит баги при резких движениях видео, не будет каких-то квадратов с пикселями, подвисаний и так далее. Работать с этим видео будет уже намного удобнее. Скажем так, наверное, можно сравнить с переводом изображения в Smart Object в Photoshop. Рендерить, а здесь оно подписано визуализировать как, советую выбрать в Sony AVC MVC, интернет 1920 на 1080, 30p. Или же нажать на Customize, за место 30 кадров выбрать 60, чтобы все было как и должно быть. А если же уже начинать изменять, то в сведения выбрать главный, а переменный битрейт 40 миллионов на 20 миллионов и частоту кадров 60. Также можете сохранить шаблон как захотите, чтобы не делать настройки постоянно и задать любое имя для вашего удобства. И чуть не забыл, режим кодирования советую выбирать кодировщик NV, чтобы рендер проходил быстрее и за счет видеокарты. С настройками в принципе все, но должен сказать, что возможно какие-то баги, и если они будут, просто выбирайте рендеринг из стандартных. Кстати, могу сделать отдельный выпуск на тему, как решить проблемы с подвисаниями рендеринга или же черного экрана. Опять-таки все зависит от вашей активности в плане лайков, а если поделитесь моим каналом, будет вообще отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь перейдем непосредственно к настройке самой студии для удобства использования, и я все оставил как есть, за исключением одного. И это цветокоррекция, ее я вывел на видное место, так как картинку сочным делают именно им. Все в одном выпуске уместить не получится, это я оставлю на следующий и вместе с другими моментами, которые хочу затронуть. А еще советую включить вот эти кнопки типа прилипания и разделения звуковой дорожки от видео, так как именно так использовать будет намного удобней. И вот, к примеру, переносим видео на дорожку и начинаем с ним работать. И тут все банально, очень просто. К примеру, вырезать кнопкой S на клавиатуре, а сочетание клавиш типа Ctrl-A это выделить все. Если же нужно убрать конец фрагмента, просто перетаскиваем его в нужное место и удаляется само. Удерживая Ctrl и укорачивая дорожку, можно ускорить видео, а удлиняя можно замедлить, типа режим Slow Motion. Если одно видео задвинуть на другое, будет своего рода переход, типа картинка в картинке. Первый исчезнет, второй появится одновременно. Что в начале и что в конце дорожки, если взять за край и перетаскивать, получится плавное затухание и наоборот. Субтитры сделал DimaTorzok А вообще советую всем просто пользоваться горячими клавишами, так как это намного уменьшит затрачиваемое время на монтаж. И теперь перейдем к звуку. И тут я, можно сказать, делаю совсем мало, так как обрабатываю звук в других программах. И чтобы что-то делать со звуком, необходимо нажать на клавишу M. На английском она V. Появится вот такая полоска. Двигая ее вверх, можно увеличить звук дорожки и наоборот. А если нужно уменьшить, ну или увеличить звук в одном фрагменте, нужно на этой же полоске два раза щелкнуть мышью, после чего появится точка, затем также рядом поставить еще одну точку. Это будет началом момента, где хотим уменьшить или увеличить звук фрагмента и аналогично в конце ставим две эти точки. Затем просто двигаем отрезок в нужном нам направлении. И все. И чем дальше эти точки друг от друга, тем плавнее будет переход звука. Также ползунком можно увеличить громкость, а можно вообще звуковую дорожку удалить и наложить другую, или озвучку. И последний момент, который хотел бы затронуть, это свойство звуковой дорожки и галочка на нормализовать. Тем самым давая программе регулировать громкость той или иной дорожки, если звук громкий, будет тише и наоборот. Теперь хочу затронуть переходы и свои родные не очень хорошие, так как они стандартные и годятся для стандартных эффектов. Замечу, что есть переходы, которые ставятся в конец дорожки, есть которые ставятся в начало. Переходы можно настроить или удлинить, а еще увеличив дорожку, можно удалить их. И все это делается очень просто. Так же, как и добавить текст, нажав в области дорожки правой кнопкой мыши и выбрать добавить текстовый медиафайл. Кстати, кому непонятно, что я тут показываю, пишите комментарии, я за ними слежу и отвечаю регулярно. Все выпуски на моем канале смонтированы в Sony Vegas Pro и начинал я с 13 версии. Конечно, использовал очень красивый переход до стороннего производителя, а также шрифты скачивал отдельно. В общем, есть у меня некая база всех программ, переходов, нарезок, вставок, музыки без авторских прав, шрифтов и так далее, на случай, если вдруг понадобится. Пользуюсь я программами, не считая Sony Vegas, Cinema 4D, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Audacity, Camtasia Studio и Adobe Audition. Все эти программы я тут не затронул, да и о Sony Vegas не рассказал и одну десятую часть. Если этот выпуск наберет 20 лайков, будет продолжение. А там рассказывать есть очень много чего, не считая того, что необходимо показать и оборудование, которым пользуюсь. А какой ПК нужен, чтобы работать с этими программами, каким ПК пользуюсь я сам, есть выпуск на канале и он в конечной заставке. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!